О чем все это говорит? О том, что общество, в котором мы живем сегодня, очень мощная сила, мощная в своем влиянии на нас. Сегодня общество направляет нас главным образом к мыслям о личном успехе. Я — это главное, остальное — к черту. Из-за этого мы зашли в тупик. И продолжать так дальше нельзя, ведь мы все связаны друг с другом, поэтому нет ничего глупее, чем пытаться обманывать других. Ведь твоя судьба напрямую зависит от них. Непонимание того, в каком состоянии мы находимся, главная причина всех кризисов — экологических, экономических, политических, социальных. На самом деле, генетики уже доказали, что когда человек оторван от окружения находится в изоляции, в нем выделяется гормон кортизол, который способствует развитию стресса и депрессии, но когда человек крепко связан со своим окружением, чувствует себя причастным к нему, в нем выделяется гормон окситоцин, гормон любви, и человек чувствует себя прекрасно, и ему радостно жить. Сегодняшний кризис в нашей возможности получать удовольствие, построить счастливое общество, но именно он открывает нам и новые возможности, потому что это именно в таком состоянии, с всеми его трудностями и проблемами, есть возможность изменений. Настало время перейти от я к мы. Пришло время задуматься, как нам начать двигаться к новому миру, в котором в внутри находится не я, а мы. Как добиться успеха вместе, как строить вместе, как вместе получать удовольствие, как вместе расти детей в гораздо более хорошей реальности. А чтобы укрепиться в этой мысли, давайте посмотрим клип. Что с вами? Вам плохо? Нет настроения? Все валится из рук? Достала рутина? Похоже, вы находитесь в кризисе. Не нравится вам ваше сегодняшнее состояние? Не хочется вам менять жизнь? Но с одной стороны, так происходит всегда, когда мы переходим из состояния в состояние. Даже когда меняем старую добрую машину, теплую обжитую квартиру, привычную работу или переезжаем в новый незнакомый город. Мы хотим напомнить вам, что в действительности слово кризис вовсе не такое плохое. Оно означает новое начало. А вы знаете, что Эйнштейн вообще подпрыгивал от мадости при слове кризис? Вот что он писал. Кризис – реальное благословение для любого человека. Кризис – это прогресс. Творчество вообще рождается из тоски и кризиса, писал он. Как и день рождается из ночи. Без проблем жизнь становится рутиной, медленной агонией. В кризисе проявляется самое лучшее в нас. Кто преодолевает кризис, преодолевает себя. Не хотеть преодолеть кризис – это значит пренебрегать своим талантом. Вот что говорил великий Эйнштейн. А он редко ошибался. Смотрите, что сегодня делается во всем мире. Перевороты, кризисы, нестабильность, тревожное ощущение, что впереди нас не ждет ничего хорошего. Действительно, такой ситуации давно не было. Такой, вы правы, не было никогда. Потому что это предуродовая ситуация. Вы знаете, каково еще одно значение древнегреческого слова кризис? Рождение. Но рождение, скажете вы, это счастливое состояние. Это рождение. Ученые доказали, что зародыш ощущает давление, страх, тревогу, неуверенность непосредственно перед рождением. Он вдруг должен покинуть привычную теплую жизнь в утробе матери, когда все готово, стабильно, питание вовремя, отдых сколько твоей душе угодно. И вдруг он чувствует давление. Он чувствует, что обязан выйти из матери. И она тоже не хочет и не способна удерживать его. Вследствие взаимного отторжения происходит процесс родов и ребенок рождается. И рождается в светлом, прекрасном мире, где встречают его с огромной любовью. Он обретает новую жизнь на новой ступени. Чем мы отличаемся от этого ребенка? Да ничем. Мы действительно находимся в предродовом периоде. Мы действительно на пороге новой, прекрасной жизни, где нас ждет тепло, любовь. Счастливая жизнь нас ждет, которой мы должны сделать первый шаг. Сами. Какой же это шаг?